Субтитры создавал DimaTorzok В прошлый раз мы говорили в основном о том, что дистрибутив на самом деле это такое же сообщество, образующая сущность, как и, допустим, просто свободный программный продукт. По крайней мере, он очень похож в качестве общего дела на то, каковым общим делом представляется какой-то свободный программный продукт. Вокруг него нарастает сообщество. Мы нарисовали такую ядерную структуру, что в основе сообщества обычно ядро, которое активно им занимается. Дальше идут соучастники такие, сочувствующие, которые, собственно, принимают участие в разработке. И дальше идет такая аура, которая, собственно, пользуется результатами и как-то заинтересована в этих результатах, но по тем или иным причинам участие в разработке не принимает. Не умеет, например. Времени нет. Не важно. Но пользуется, заинтересованно пользуется, осуществляет контакт. И мы нарисовали там стрелочки. Помните, я рисовал здесь в углу, что главной движущей силой сообщества является, собственно, обеспечение информационного взаимодействия между всеми его участниками. Потом я сказал о том, что, вообще говоря, успешное сообщество, оно должно иметь достаточно мяса костей и кожи. То есть, вот в каждом из этих слоев должно быть достаточное количество людей. Ну, что значит, должно быть. Их что-то насильно не загонишь, их же не запишешь в Народный фронт, как нас тут всех записали, если кто еще не в курсе. Так вот, значит, это скорее показатель успешности сообщества, его наполненность всех слоев ядра разработчиков и пользователей. В приложении к сообществу вокруг свободного софта это представляется как раз как ядро разработчики и пользователей. Свойство ядра людей, которые в Core Team работают, это такая прозорливость и ответственность, потому что они больше всего тратят энергии и наибольше делают вклад в общее дело. И от того, как правильно ли они себя поведут в технологическом, в первую очередь, плане, ну и в социальном тоже, кстати, от этого зависит успешность проекта в целом. Главное требование к разработчикам – это их компетентность, потому что, собственно, ты тем более ценный разработчик, чем более качественный вклад ты делаешь в общее дело. А главное требование для пользователя – это, если хотите, общительность. Пользователю должно быть не все равно, он должен быть неленивый и хотеть исправить ситуацию, сделать ее лучше и для этого взаимодействовать со всем остальным сообществом. Между прочим, в первую очередь, сообществом пользователей, которые ему часто помогают. Кстати сказать, это довольно важный факт такой социальной инженерии, если хотите. Если вы вообще имеете дело с Linux, то в первую очередь вы имеете дело с Linux-сообществом. А это значит, что вы имеете дело с особого рода людьми. Этот особый род, нельзя сказать, что там сильно положительный или сильно отрицательный, просто особый. Они именно потому сформировались в сообществе, что у них есть кое-какие коммуникативные навыки и потребности в этом деле. То есть вы можете рассчитывать на помощь и вообще на участие со стороны. Это важно. Если вы сидите один на один перед этим вашим Linux-ом ужасным и не понимаете, что с ним делать, потому что он вам показал такую странную дулю непонятных цветов, то правильным решением было бы обратиться сначала к документации, доступной вам и к Google. А если не помогает сообществу, может быть, с проблемой, которую вы безуспешно пытаетесь решить, уже люди сталкивались и они пришли к какому-то решению. Может быть, она решается и вам расскажут как, а может быть, она не решается и вас попросят не заморачиваться на эту тему. И то и другое, в общем, большое облегчение, чем сидеть и думать, а как же все-таки ее решить. Опять же повторяю, в первую очередь это касается именно пользователей, потому что пользователи очень часто попадают в ситуации, когда они не в состоянии решить свою проблему в одиночку, свою задачу, которая перед ними стоит, а между тем это вполне возможно достаточно простая штука, просто пользователю не хватает информации. Ну вот прямо сегодня я имел экспириенс на эту тему неоднократно. Да, вот пришли ко мне школьники, у которых там не получается установить пакет из хранилища. При ближайшем рассмотрении у них не получилось установить пакет из всех 40 хранилищ или сколько у нас их там по умолчанию в дистрибутии можно подключить. Это при том, что нужно было всего два отметить. Ну вот если бы они это знали, у них бы не было проблем. Ну вот такого рода вещи, да, они как раз общением с сообществом очень быстро заглаживаются. Вот такие дела. Вот, потом мы поговорили о том, что у дистрибутива как такового есть свои особенности, вернее, у дистрибутива как у сообщества образующей сущности. Есть свои особенности, связанные с тем, что он большой, да, что у него, как бы, само сообщество вокруг дистрибутива, это посредник, условно говоря, между обстримом и пользователем. И это тоже придает довольно много, много особенностей вот тому делу, которое делают люди, да. Ну и особенность по отношению к проектам, так сказать, чисто программистам состоит в том, что все-таки дистрибутивостроители, они не только программисты, они как бы все сразу внедренцы, там, администраторы, программисты, разумеется, пользователи. В общем, пользователи дистрибутива, активные, неактивные, как бы, участники разработки и неучастники, это, в первую очередь, люди, которым необходимо брать этот дистрибутив и что-то с ним дальше делать, ставить, настраивать, как бы использовать в массовом порядке или, там, ежедневном порядке. Вот это они, пользователи дистрибутива, да. Если человек, как бы, садится за готовый компьютер и запускает, там, не знаю, Firefox, то он все-таки пользователь Firefox, да. А вот если он именно, что занимается самим дистрибутивом, куда-то его там ставит или кому-то настраивает, вот тогда он становится пользователем дистрибутива. Вот. Наконец, мы поговорили о том, что есть, ну да, мы еще вспомнили про всякую, про всякие, значит, философские аналогии, ну, я вспомнил, вот. Относительно того, как различается корпоративная этика и этика вот такого свободно образованного сообщества. И в связи с этим, ну, помимо того, что я там провел параллель между Кантом и свободным сообществом, между кантианской этикой и свободным сообществом, мы вспомнили еще несколько принципов, и всего три, на основании которых все это дело формируется. А именно принцип свободного входа и выхода, принцип иерархической, иерархической чего? Демнической иерархии, вот, да, и принцип произвольности мотивации. Значит, речь идет о том, что человек, который попадает в свободное сообщество, попадает туда, потому что ему это зачем-то надо. Зачем ему это надо? Это, в общем, далеко не самый главный вопрос. Может быть, человек, который там занимается комьюнити-менеджментом, будет это выяснять, чтобы понять, как вот этого конкретного, очень важного специалиста сделать еще более активным. Может быть, ему денег заплатить, а может, ему медаль на грудь повесить, или еще что-то там, поцеловать его в рот, и он от этого станет лучше работать. Мало ли что ему надо, для чего он пришел. Но, в принципе, это не очень важный вопрос. Это принцип произвольности мотивации. Мотивация может быть любой. Это не означает, что она неденежная. Очень часто встречаешься с мнением, что человек занимается свободным софтом, вместо того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, почему бы и не зарабатывать на этом деньги? В конце концов, очень частый вид соучастия в сообществе – это работа администратором, и администратор решает свои администраторские задачи, их поправляет, там, поправляет какой-то софт, и вот его вклад в общее дело. Помимо того, что это вообще явное проявление кооперативной стратегии, когда помогает другим, или, вернее, не так, не другим, а вот этому общему делу, человек, в общем, помогает в конечном счете и себе тоже. Потому что он помогает поддерживать на уровне тот инструмент, которым пользуются все, в том числе те люди, которые могут сделать то, чего не умеют делать он. Это, кстати, относится к дистрибутиву Linux в большей степени, чем, скажем, к дистрибутиву какой-нибудь FreeBSD. Все-таки БСДшная идеология – это идеология человека-горы, человек, который умеет все или способен разобраться во всем. Linux-оидов больше, но, соответственно, средний уровень у них ниже. И вот это вот чувство локтя, оно дает им больше, оно позволяет надеяться, что твоя задача, если ты с ней не справляешься, может быть решена еще кем-то. Правда, из этого есть вывод, что если эту задачу можешь решить ты, лучше уж ты ее реши. Потому что иначе, если все наплюют, то и на твои задачи могут наплевать, и ты окажешься в пустоте. Вот сознание того, что если все более-менее соблюдают вот эту этику и решают то, с чем могут справиться, и они могут из-за этого рассчитывать на то, что другие люди так же себя ведут, оно, в общем, довольно хорошо держит комьюнити. Ну, помимо того, что вклад в общее дело может сам по себе являться мотивацией. Ну вот, значит, свобода входа, свобода выхода – это принцип, согласно которому мы не должны ставить никаких препятствий на то, чтобы записаться в Linux-оиды и отписаться от Linux-оидов. Ну или там, скажем, от нашего, от участника комьюнити вокруг Сизифа нашего. Потому что иначе люди 10 раз подумают, прежде чем куда-то записываться. Если это их к чему-то обязывает, реально. Если потом в них будут тыкать пальцем со словами, а вот ты нас предал, бросил нас там, и все такое, то, может быть, они не захотят. Не они не захотят участвовать, не все остальные не захотят. Они подумают, что вообще заниматься этим Linux-ом противно, потому что потом тебя известной субстанцией обмажут. Вот. Это важно. Для сообщества основой для которого является именно фан и, как бы, произвольность мотивации. Да, конечно. А есть некая тима, безручная тима, которая занимается, ну, грубо говоря, в процессе и его разработаны? Ну да, можно так сказать. Потому что, скажем, в том же Дебиане... Ну и международным, скажи, то есть откуда они берут деньги, если они здесь нет? Ну они же на что-то живут. Ну да, но именно откуда... Вы спрашиваете, откуда берут деньги ключевые разработчики Дебиана? У меня спрашиваете. Спросите у них. Нет, это понятно. Я говорю в фильме. Вот, может, вы знаете, если блога разработчиков плетил... У Дебиана, например, получаю зарплату. Ну да, хорошо. Я понял суть вашего вопроса. Суть вопроса стоит в следующем. На свете есть изрядное количество коммерческих организаций, которые зарабатывают на дистрибутивах Linux, не являясь при этом всем сообществом. Более того, как правило, так оно и есть. Не бывает дистрибутивов Linux успешных, которые исключительно держатся на... То есть которые не рассчитывают на комьюнити. Все крупные дистрибутивы, все, которые все еще являются крупными, они все держатся именно за счет комьюнити. Тем не менее, у большинства таких дистрибутивов есть составляющие, которые вкладывают коммерческие компании. Исключение составляет Дебиан в какой-то мере. Но для Дебиана есть отдельно Ubuntu и Mark. И я так понимаю, он платит зарплату сейчас ключевым разработчикам Дебиана. Не всем, но платит. То есть на Дебианах понимаете, в какой-то мягкий? Не знаю. Практика показывает, что на сегодняшний день пожертвования, так сказать, по доброте душевной приносят не очень много денег. Вот. С другой стороны, пожертвования именно из соображений кооперативности приносят достаточно денег. Хороший пример это Википедия, которая каждый раз собирает нужное количество миллионов рублей для того, чтобы продолжать работать. Или сколько им там надо. Вот. То есть примеры такого целевого донаторства, они успешные. Их довольно много. А можно еще вопрос? Да. Я не заплатил Википедию 100 рублей. Я как раз к этому хотел перейти. Вот. В российском, так сказать, информационном, вернее, не информационном, а технологическом пространстве довольно трудно заплатить Википедию. Я не могу это сделать. Для того, что нужно иметь? Нету. Да. То есть, понимаете, да? То есть, это действительно трудно сделать. Единственное место, куда я когда-то платил, это когда на кругах была возможность смс-ом перевести деньги. Ее отключили. Вот. Хотя мне было приятно заплатить денежки, зная, что они притекают Борису Борисовичу Г. Нашему. Вот. За его новый альбом. Ну, это же было весело. Мне ничего, а ему что-нибудь придет. Вот пока мы не влезем в информационное общество настолько, что у нас электронная оплата станет более привычной и более удобной, чем натурная, это будет работать плохо. Я как раз это хотел сказать относительно донаций. Ну, вот. Так вот. Это довольно интересный вопрос относительно соотношения комьюнити и коммерческих компаний, который в разных случаях может привести к конфликту, а может привести к плодотворному сотрудничеству. В чем идея? Идея стоит в том, что есть такие роды задач, которые за фан решать очень не хочется. Например, например, создание какого-нибудь безумного приложения, которое решает какую-нибудь безумно неинтересную задачу, просто потому что заказчик заплатил денег. Драйверы такими являются. Что? Драйверы очень часто пишут. Да. Или, например, создание драйвера для железяки, которая вообще сама по себе кривулька из кривулек. Информации мало, и от того, что эта железяка заработает, ничего не зависит. Потому что этих железяк там 800 штук всего. Ну и так далее. Там довольно много. Раньше я, кстати, в этот список включал инсталляторы. Вот, скажем, в начале 2000-х было довольно много дистрибутивов, у которых инсталлятор был вообще не свободный. Анаконда, я не знаю, она сейчас свободная. Сейчас свободная? Да. Но и тем не менее, у Сусе там был в свое время не свободный инсталлятор, у Радхата не всегда был свободный. Ну, в общем, в чем идея? Дело в том, что выпуск именно дистрибутива, то есть не просто, я к этому, кстати, об этом хотел сегодня тоже поговорить, не просто набора программ, а дистрибутива, то есть такого сборника программ, которые при помощи установки превращаются в операционную систему на компьютере. Это можно считать определением с дистрибутива. Что сборник на некотором носителе, который после процедуры установки превращается в операционную систему. Так вот, подготовка такого сборника, она как раз включает в себя достаточно большое количество работ, которые либо делает за фан неинтересно, ну, например, поиск неинтересных ошибок, да, там запустил ту программу, запустил другую, там туда-сюда, нажал кнопочку, что-то где-то там сглюкнуло. Вот сидишь и ищешь, зачем оно сглюкнуло. Вот, или, значит, так вот, не вызывают фана, либо они настолько ресурсоемки, что за них лучше заплатить, чтобы получить результат, а в дальнейшем это довольно трудно воспроизвести. Типичный пример это изготовление артворк всякого, да, то есть, как правило, за артворк в большинстве дистрибутивов просто специально платят дизайнеру. Другой вопрос, какие там копирайты, да, вот. Хотя с копирайтом и все понятно, если дизайнер на ставке, копирайт принадлежит коммерческой компании, а там уже она сама, как бы, принимает решение, под какую лицензию все это выкладывать. Вот, если выкладывать. Да, что еще бывает? Так вот, инсталлятор, как штука, которая нужна сообществу вокруг дистрибутива, но не очень нужна всему остальному сообществу, по сути. Один раз установил, и не мучаешься. Вот. Очень часто был несвободный, но сейчас технологии нашли, и стандартизация железа дошли до того, что, в общем, создать свободный инсталлятор относительно несложно, и мне прямо сходу сейчас трудно назвать несвободный установщик. Возможно, их уже, они уже вымерли, как класс. А когда-то их было довольно много. Вот. Значит, так вот, коммерческая компания, которая не прозитирует, а служительствует с сообществом на почве выпускания дистрибутивов, может принести сообществу достаточно много пользы, выполняя вот эти самые неприятные для сообщества работы, потому что ей, коммерческой компании, надо дистрибутивы выпускать красивые, там, на блинах, коробочках, вот, с пиаром, со всеми пирогами. И обратно. Разумеется, никакая коммерческая компания не может выпускать качественные дистрибутивы, если они не основаны на работе сообщества, потому что количество человека часов, вон там померено, сколько вложено там в КДЕ, в ядро, вот эти аналитики, которые в последнее время развелись, они мерили просто какой объем профессионального кода, ну, профессионального программирования вложено там в то же ядро. Получились какие-то миллиарды часов, в общем, или, ну, какие-то, ну, или миллионы, ну, в общем, большие вещи получились, вот, качественного кода. Вот. Вот такие дела. По сути говоря, ситуация, когда ключевой разработчик получает зарплату от коммерческой фирмы именно за то, что он работает ключевым разработчиком, это и есть такая целевая донация. Понимаете, да? Просто они их не просто там непонятный, ну, не какой-то непонятный счет эти деньги перевозят, а платят конкретному человеку, который вносит хороший, качественный вклад в общее дело. Можно добавить? Да. Более того, часто бывает, что одна компания заключается с другой, чтобы не по консорсу делать какие-то вот... Вместе. Да, да. Это, кстати, на сегодняшний день тоже входит в практику, потому что им вместе... Это проявление все той же кооперативной стратегии. Они понимают, что им просто так дешевле, качественнее, и установление информационного пространства будет происходить гораздо быстрее, им просто выгоднее в этом деле содействовать. Ну вот. И это такое краткое содержание предыдущих серий, которые я воспроизвел для того, чтобы вспомнить одну, пожалуй, важную деталь этой предыдущей серии, а именно сообщество, успешное сообщество, должно предлагать своим участникам некие преимущества. Участники должны понимать, что приятнее, удобнее быть внутри этого сообщества, чем во вне его. Эти преимущества, они могут быть как бы положительные и отрицательные. То есть, с одной стороны, если ты там не подписан на рассылку, ни с кем не общаешься, то тебе будет тяжелее работать со свободным софтом, чем с несвободным. По причине того, что в несвободном софте, как правило, вот часть тестирования вот таких мелких пользовательских глюков, она более обширная по причине вложенных туда денег. Именно по причине того, что люди, занимающиеся приобретательным софтом, рассчитывают на автономное его использование, да, что никакого общения не будет, вы должны, так сказать, скрепка должна вам рассказывать, как все ваши задачи решать. Соответственно, это такая отрицательная мотивация, да, то есть, типа, не будешь с нами общаться, мы тебе не расскажем, как пользоваться наша программа. Это, конечно, я утрирую, потому что на самом деле, ну, все не так страшно, и, как правило, люди-то разбираются, и документация, она, конечно же, существует. Но включение в информационное пространство, это такой бонус, потому что информационное пространство, оно, как бы, полезно для решения задачи. Вот. Но бывают бонусы и положительные. Об одном из них я уже пытался рассказывать ранее, когда говорил, что, когда мы говорили про сборку программных продуктов. Я говорил, что лично для меня довольно быстро стало очевидно, что проще собрать пакет в СИЗИФ, то есть, поместить его в хранилище, соблюдая надлежащие правила, и потом пользоваться этим. Чем каждый раз самому с нуля эту самую сборку производить. Вот. Вот. На сегодняшний день, да, ну, как бы, я некоторое количество освоил, получил какое-то количество науков, работая в компании от Linux. Для меня это гораздо проще. То есть, я практически не думаю, если мне нужна какая-то программа, ее первым делом собираю в пакет, а потом уже смотрю, как она работает. Хотя бы потому, что ее потом проще удалить. Вот. Не говоря уже о всяких других вещах. Вот такие дела. Значит, этот пункт я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сообщество должно предоставлять самому себе и потенциальному своим участникам технологические преимущества, которые делают пребывание в этом сообществе для людей, которые как-то в этом деле технологически завязаны, более комфортным, чем в ней. То есть, если у тебя есть необходимость собирать софт под, там, не знаю, Alt-Linux, под CISIF, словно говоря, да, то ты довольно быстро приходишь к идее, что это надо делать прямо в CISIF, а не пытаться это каждый раз делать в Alt-Linux. Каковы бывают эти преимущества? Преимущество первое. Это информационное, мы уже говорили. Преимущество второе, как ни странно, до сих пор немаловажное, это просто использование ресурсов вычислительных, да. Когда сборочница собирает твои пакеты быстрее, чем твой родной компьютер, потому что сборочница – это, вообще-то, ферма, вот. Какая-никакая, но ферма. Когда, значит, мы начинали, мы прямо, у нас был такой, Дим Левин, у нас, он сейчас есть, у нас был такой бихаев, такой улей, и пчелки летали по всем офисным компьютерам, и в зависимости от того, сколько они мегафлопс показывают, скармливали им небольшой кусок на сборку пакетов. Летали, а потом, значит, когда они собрали, они собирали мед обратно в репозиторию. Пчелки такие. Вот. Сейчас это, в общем, необходимости в этом нету, потому что есть сравнительно небольшие, но все-таки мощнее любого обычного компьютера домашнего, да даже и необычного, фермы, на которых эта сборка происходит, вот. И вот прямо сейчас мы решаем вопрос о масштабированности, да. А вдруг нам там выяснится, что там вычислительные мощности стоят, ну, безумно дешево, там, 6 рублей лезвия. Вот. В час. Ну, не знаю, в день. Значит, это значит, что можно там взять и задействовать там тысячу лезвий. Вот. И тогда проблемы встанут уже не вместе, там, взять и собрать пакет, А чтобы вот обеспечить синхронизацию между всеми... Сборочные лезвия? Что? У вас здесь сборочные? Да, 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 совершенно справедливо. Вот. Облако сборочных лезвий, да. Представим себе картину. Апокалиптическая картина. Облако сборочных лезвий. Мнилых. А? Соберегается и пытается вас собрать. Пытается собрать все. Вот. Потом подстаблирует и переверет обратно. В общем, вот такие дела. Почему я про это вспоминаю? Потому что вот эта технология, которая, с одной стороны, позволяет комфортно жить сообществу, эти технологии, их много, с другой стороны, они же используются для, при технологии выпуска дистрибутивов. Поясняю. Вот есть хранилище, которое в нашем случае, в случае от ЛЮМС, называется СИЗИФ. Почему оно называется СИЗИФ? Потому что это место, куда монтейнеры, то есть люди, которые осуществляют сборку какого-то программного обеспечения по правилам, принятым в данном сообществе. Которые распространяются, правила распространяющиеся на все пакеты сразу, чтобы они были помещены сюда. Вот, значит, вышел какой-то обстрим, к нему пришел монтейнер, взял этот обстрим и давай его, значит, монтейнер у нас такой, и давай его запихивать в этот СИЗИФ. Вот он вот катит этот, отлаживает, убирает идиотское мнение обстрима относительно того, где лежат конфиги, потому что они лежат там в таком месте удивительном. УСР шаре x11. Да, УСР шаре x11, именно УСР шаре конфиги лежат, да? Вот, там, не знаю, пытается скомпилировать это современным ГЦЦ, который говорит, что твоя строчка, извините, из 10 символов содержит 10 букв. Твоя строка на С содержит 10 букв из 10 символов. Куда ты дел бэкслэш 0, подлец? Вот, ну и так далее, вот такие вещи делают, да? Потому что он патчет, патчет, в конце концов он его запатчил, он попадает в Сизиф. В это время, бац, выходит следующая версия. Вот она была такая, вот она все еще квадратная, потом все круглее, круглее, вот она кругленькая. Бац, выходит следующая версия. И он снова пошел. Вот. Так вот, облегчение вот этого труда, это и есть те самые технологические преимущества. Что является результатом того, что вот этот самый Сизиф, нет, Сизифовец, вот, довел, значит, пакет от круглого состояния, в смысле, от непонятного состояния до состояния, пригодного для помещения в хранилище. Первое. Мы имеем некую первичную гарантию того, что этот пакет будет ожидаемо работать, хранить конфиги в нужном месте, библиотеки в нужном месте. Вот. Второе. Мы имеем надежду, что этот пакет вообще будет работать. Вот. Значит, третье. Скорее всего, если предусмотрены какие-то внешние интерфейсы по использованию этого пакета, они будут стандартизованы, да? То есть, помимо конфигов, там, не знаю, используется дебаз, значит, он будет использовать его как надо. При установке там каких-нибудь иконок они будут раскладываться куда надо, в меню будет как надо заводиться файл и так далее. То есть, такое программное спечение, которое попало в СИЗИФ, оно будет уже с точки зрения дистрибутива строителя просто кирпичом, которое отлаживать нужно только в случае его, а, ошибки, мимо которой пропустил Монтейнер, б, если это программное спечение чем-то не соответствует политике для создания дистрибутива. Сейчас я про дистрибутив поговорю. Дополнительный бонус, это уже бонус для самого Монтейнера, стоит в следующем. Вот те действия, которые он проделал для помещения пакета в СИЗИФ, они фактически зафиксированы все файлы спецификации. То есть, если накладывались какие-то патчи, они, эти патчи, лежат в виде отдельных файлов. Для тех из вас, кто считает, что патч это такой экзешник, который ты запускаешь, и ваша программа начинает работать по-другому, потому что там появляется в дьебло еще один чар. Отвечаю, с точки зрения исторической, а также вообще open-source патч, это текстовый файл, который описывает, как именно был модифицирован исходник. Там встречается контекст, там встречается понятие фазы, то есть, если тот исходник, который вы хотите модифицировать, слегка другой, его все равно можно модифицировать. Так вот, набор патчей, которые Монтейнер наложил на исходный код, чтобы оно заработало так, как он хотел, скорее всего, применится и к следующей версии программного продукта. Тем самым, вместо вот этого вот, часть этой дороги, у него там такой будет конвейер в виде патчей, который возьмут и проделывают всю эту работу за него еще раз. Более того, если патч не приложился, то есть, те изменения, которые были пригодны к старой версии, они не пригодны к новой версии. Это, вообще говоря, явный сигнал посмотреть, а что изменилось. Может быть, они эту проблему уже решили, upstream. Вот. И патчить вообще не надо. Такое бывает очень часто. Особенно это бывает часто, если Монтейнер, как ему полагается, взаимодействует с upstream, и эти вот самые патчи, которые он наделал, шлет им туда. В моей жизни это встречалось чаще, чем ситуация, когда патчи не принимали. Примерно с той же ситуацией, когда их игнорировали. Но вот не принимать патчи, они обычно их принимают. Отдельно про то же самое скажу так, что поскольку дистрибутивов Linux на свете много, кто-нибудь добьется того, чтобы в upstream это дело изменилось и улучшилось. Тем самым работает кооперативная стратегия. Мы работаем еще и на upstream. Мы ему улучшаем качество кода, качество исходного кода. Ну вот. Вернемся к хранилищу. Итак, у хранилища есть как минимум одно преимущество. То программное испечение, которое в него попадает, оно проходит так называемую входную проверку. В нашем случае это называется ZIFS-чек. И это гарантирует, что с точки зрения формальный пакет, как архив... Ну мы смотрели, что такое пакет, да? У нас было занятие, нет? У меня может поехать крыша, потому что я читал интенсив по той же точной тематике. Вот, отлично. Значит был. Спасибо. Второе. Вообще говоря, в ZIFS-чек входят еще не только проверки формального соответствия полисе, но и более серьезные вещи, в частности, которые обеспечивают более надежную интеграцию пакетов внутри себя. Например, при помещении пакета в хранилище, не дурно бы проверить, что там происходит с зависимостями, которые он требует и которые возникают на него. Мы говорили об этом, когда говорили об обновлении версии. Помните, была проблема изменения версии библиотеки? Версия библиотеки меняется, все программы, которые собраны со старой версии, и они хотят старую, а библиотека новая. Вот. Для обеспечения цельности подобной ситуации существует несколько довольно стандартных дисциплин. Ну, первое. Когда версия библиотеки меняется, а программы, значит, но не меняется, а B, то есть можно новую библиотеку реально использовать со старыми программами. Об этом, как правило, сигнализирует upstream, но далеко не всегда, но об этом можно догадаться, и тогда, значит, собирать пакет таким образом, чтобы то, что называется сунейм, не изменился. Ну, собственно, так обычно и бывает. Вот. Вторая дисциплина стоит в следующем. Если уж сунейм изменился, и библиотека действительно новая, держать в хранилище еще старую библиотеку, но к ее имени добавляется, чтобы имена пакетов различались, к имени пакета добавляется номер версии, и у нас, получается, условно говоря, три группы пакетов. Для разработки используется новая, поэтому все новые программы будут собираться с новым пакетом. Для установки вот этих новых используется новая, а для тех программ, которые все еще хотят старую библиотеку, там будет написана зависимость, естественно, не на пакет, а на предоставляемую функциональность, на имя библиотеки точка суны, или версия равняется суны. И для этого будет устанавливаться старый пакет. Это, в общем, довольно стандартная практика, она в большинстве дистрибутивов именно используется. Потом, когда выяснится, что уже никто не зависит, или там осталось два пакета, которые зависят от этой старой библиотеки, они от нее зависят, потому что их последний раз собирали два года назад, ну, ее можно и удалить смело, а те люди, которые захотят пересобрать эти новые пакеты с новой версией библиотеки, пускай пересоберут. Вот такие дела. Что это означает? Это означает, что содержимое хранилища, которое, значит, ну, какие достоинства, да, перечитаю достоинства. Первое – это профайлы. Это соответствие дисциплине, полисе. Напишу слово полисе, чтобы было понятно, что это за дисциплина. Второе – как это правильно сказать? Удовлетворение зависимости. Зависимости. Тем или иным способом. Тот факт, что ваш пакет приняли в СИЗИП вообще, означает на самом деле то, что он не просто там, так сказать, ну, все в порядке с зависимостями, с его собственной зависимостью, да, что в СИЗИПе есть все те библиотеки, с которыми вы только что на СИЗИПе собирали. По-другому быть не могло. Но и тот факт, что он не ухудшит положение дел с зависимостями вообще во всем хранилище. Это особенность именно СИЗИФа, вот, по-моему, до этого еще никто не дошел из сообществ во всех других местах. То есть идея стоит в том, что когда вы помещаете пакет в систему, он не понижает, в хранилище он не понижает его ценность. Мне кажется, что дебиантестинг так устроен, но понятно, что дебиантестинг непосредственно поместить нельзя. Надо сначала в Unstable поместить, вот там-то как раз этого требования нет. Вот. А у нас проверка эта автоматическая. Есть несколько объездных путей, как сделать так, чтобы вот оно заработало. В том числе, вот я его описал один из объездных путей. Старую библиотеку из хранилища не удаляют, а только ее правильным образом переименовывают. Legacy, так называемая. Вот. Кстати сказать, некоторые Legacy живут там по нескольку лет, потому что их используют. Какие-нибудь автотулзы существуют там в нескольких экземплярах. Такие-сякие, с такой версией, с сякой версией. Просто потому, что они отличаются друг от друга, а программы с помощью их собираются. Третье, тоже, в общем, уникальное для CZIF и свойство, это проверка совместимости не на уровне зависимости пакетов. Потому что зависимость пакетов – это плод труда монтейнеров и роботов, которые, значит, вычисляют зависимости. А на уровне предоставляемых символов. Когда вы запускаете пакет в CZIF, он смотрит все те символы, то есть функции, которые вы требуете, ну, символы, которые требуете, ваши бинарники требуют из разделяемых библиотек. Потом смотрит, как я понимаю, в общий список всех символов, которые предоставляют вообще все программы CZIF и говорит, слушайте, у вас появилось два новых символа, которых в CZIF нету, а в вашей программе есть. Это плохая программа. Она понижает общую цельность, она повышает энтропию в хранилище. Мы ее не примем. То есть, что это означает? Вы умудрились собрать свою программу так, что она требовала каких-то, ну, в общем случае, в большинстве случаев, это означает, что вы умудрились собрать программу так, что она требует какой-то функции, которой нет ни в одной библиотеке вообще. Это не есть хорошо, понятное дело. Существуют исключения. Например, какие-нибудь плагины, которые могут потребовать функции от несуществующего другого плагина, и если ее нету, там, не использовать их. Но это скорее исключение, и под него опять-таки есть полиси. Соответственно, здесь проверка зависимости на уровне предоставляемых символов. Как это написать по-русски? Или так и написать? Так и написать. Предоставляемых символов библиотечных. А как он может плагин так затребовать? Что? Погина, может быть, указана статически, когда он будет реализовываться при загрузке? Да, да. Нет, но запускать для этого не надо. То есть не так. Не надо, пожалуйста, запускать пакет, который только что собран для проверки. Нет, но все равно на него надо говорить, но так или иначе. Ну да, да. Но у ДД он его не запускает, как будто. Не, ну так или иначе. Нет, что же, он запускает? Он его запускает. Он его хитрым образом запускает. Он код из него не выполняет. Не, ну код не выполняет, это да, но все равно загрузчик работает. Загрузчик работает, да, да, естественно. Если всего реализовывать слитки загрузки или делать DL Open, а DL Open ничего не сделает с этим. Да, значит, это не гарантирует, что все будет абсолютно шоколадно, как только что правильно сказал Евгений. Потому что есть возможность открыть разделяемую библиотеку, именно открыть ее, не скомпоноваться с ней, а прямо открыть ее из программы с помощью DL Open. Но это другой разговор, да, это значит, что вот как бы на пути достижения цельности вы специально используете некоторые виды грабель, ну вернее ваш абстрим. Вот, я сейчас всего лишь привожу пример, когда вот этот контроль за предоставляемыми символами нужно отключать. Ну, например, тогда, когда вы заранее знаете, что этого символа может не быть. Вот, тем не менее в вашем бинарнике он есть. Вот такие дела. Значит, для того, ну у нас там есть некие хитрые технологии обеспечения вот такого контроля, чтобы он работал быстрее, чем нужно. Ну, это вот, в общем, чем кажется на первый взгляд. Ну, в общем, неважно. Значит, в результате мы получаем нечто по своим характеристикам схожее даже не с Debian Unstable, было скорее с Debian Testing, вот, на сегодняшний день. Потому что, если не предпринять специальных разрушительных действий со стороны администратора хранилища, именно со стороны администратора, то есть человек, принимающего решения, то цельность этого хранилища вообще не будет понижаться. Вот, ну, за исключением случаев, которые просто нельзя отконтролировать. Там понятно, да? Вот. И во-вторых, эти программы все будут работать. Тем не менее, качество кода, вернее, качество программных продуктов, которые здесь входят вот в этот конгломерант, оно не вполне достаточное. По одной причине. Все-таки Сизиф – это такая вечная мясорубка, да? Вот эта работа по закатыванию камней, учитывая, что там у нас порядка, не знаю, сотни действующих, активно действующих монтейнеров, нет, меньше, активно действующих, чуть поменьше, ну, неважно, их много. Вот. И они, в общем, каждый день в Сизиф приезжают по многу пакетов. Вот. Эта машина работает всегда. И если ее в какой-то момент не остановить, вернее, не так, в какой бы момент вы ее не остановили, всегда выяснится, что, ну, условно говоря, часть программ собрана со старой библиотекой, часть с новой. Часть программ следует новому стандарту, часть старому, там, одни ищут иконки в одном месте, один в другом. Не потому, что это, там, линуксоиды такие дураки, или обстрим такой дурак, хотя это иногда бывает, а именно потому, что это непрерывный процесс разработки, он никогда не останавливается. Это такое вот движение вперед. По этой причине, если вы хотите выпустить дистрибутив, вам нужно в какой-то момент эту машину остановить и в получившемся, остановившемся, так сказать, состоянии открыть только способ понижения этой самой энтропии и подчистки тех неполадок, тех недостатков, которые есть. Понятно, что саму машину остановить нельзя. Я пробовал этим заниматься несколько лет назад, мне ничего не вышло. Вот. То есть устроить такое замораживание всего СИЗИФа с тем, чтобы его, так сказать, починить и потом поехать дальше. Поэтому на сегодняшний день такая классическая технология называется изготовление веток. Мы берем в какой-то момент, когда эксперты считают, что положение дел в СИЗИФе хорошо, делаем такую точную копию. Просто берем и его замораживаем. Получается такая вот еще одна, еще одно хранилище. Одно отличается от вот этого тем, что сюда вот пакеты напрямую не поступают вообще. Что туда, как они туда попадают? Они туда попадают тремя способами. Способ первый. Выясняется, что в СИЗИФ приехала обновленная версия пакета, которая, может быть, версия та же самая, а вот ошибки в ней исправлены. В этом случае администратор вот этого хранилища, называемого веткой, бранч, перемещает туда этот пакет от СИЗИФа, со словами он только все улучшает. Особенно на первых порах это легко делать, когда количество как бы мелких неисправностей вот здесь в хранилище еще велико, а основное хранилище, ну в бранче, а основное хранилище еще далеко не уехало. Второй способ состоит в том, чтобы поместить в это хранилище вообще какой-то сторонний софт, а точнее не софт, а именно пакеты, ну, например, дизайн для там грядущего дистрибутива. Особенно это инсталлятор, дизайн и документация. Да, инсталлятор, дизайн и документация. Совершенно справедливо. Вот. Опять-таки были попытки, в том числе и мои, как-то организовать, скажем, процесс непрерывного написания документации, чтобы оно было в СИЗИФе, и оно же было как-то там профилировалось, и попадало в бранч, но, в общем, ни к чему хорошему они не привели. Документация – это не программа, это текст. Их надо писать все время. Вот. Тем не менее, это так, да. Вот есть... Даже... Евгений, не столько сами инсталляторы, сколько профили для них. Да? Втыкать или не втыкать настройку сети при старте, или человек загрузится, потом нетворк-менеджер ему все сделает. Проблема с документацией в том, что люди неочи, это все документации just pop up? Проблема с документацией в том, что они не хотят ее переписывать just for fun. Вот нашелся человек, который for fun написал документацию. Да? Сколько нужно поправить, сколько нужно затратить труда, чтобы через год эту документацию адаптировать к изменившейся ситуации, особенно изменившейся ситуации по части дистрибутива. Да? Документацию по седу... Написать данного, да. Фактически написать данного. На каких документациях? Да, разумеется. Программная документация генерится вообще сама. Речь идет, условно говоря, о руководстве по установке. Руководство установки переписывается с нуля. Это ресурсоемкий процесс. Вот. Какие-нибудь tips and tricks переписываются с нуля, потому что все эти tips и все эти триксы, они потому и возникают, что есть какие-то недостатки изначально. Вот. Дистрибутив другой, то есть, ну, если версия дистрибутива меняется, документация у него тоже меняется. То есть, ну, там возникают вещи, там, то, что мы, например, этот дистрибутив профилируем, там, типа, для какого-нибудь от малого офиса, а это, там, например, там, школьный дистрибутив. Вот и пойди, напиши в каждом из них один и тот же текст. Они каждый раз разные, к сожалению. Кстати, текст, который будет, там, учитывать все особенности, а потом его как-то собирать, там, с условными ключами разными, это, ну, в общем... Я вам даже больше того скажу. Даже переводы интерфейсные, хотя эта вещь гораздо более автоматизируемая, и там-то как раз технология патчей работает гораздо лучше. Даже переводы, это существенно более ресурсоемкий процесс, чем обычное программирование и патчение исходных текстов. Такая вот ерунда. Ну, например, привожу пример. Взяли в редакторе Bluefish, по-моему, вот, который я перевожу, поменяли структуру меню. Чтобы поменять структуру меню, надо всего лишь в этих там классах переставить, которые реализуют это меню, переставить объекты, вот, один засунуть в другой. Чтобы поменять перевод, надо пройтись по всем файлам, по всем меню-энтри, которые перевезены, и вставить, условно говоря, у вас есть штука под названием файл, а в нем... Ну, условно говоря, да, я сейчас не помню, как там точно было. Менюшка под названием файл, а в ней менюшка под названием, там, не знаю, упаковать. А теперь это должно называться одной менюшкой файл слэш упаковать. Вот превращение одного в другого, это полностью не автоматическая штука. Вот сидите руками, одно в другое превращается. Такая вот фигня. Или, скажем, взяли, там, переделали эти самые хотки, то, что называется. Да, они там особым образом в переводах отмечаются. Опять-таки сидишь, руками это делаешь. То есть, к сожалению, в случаях, когда вы работаете не с компьютерным текстом, слишком много, слишком мало, мало reuse, слишком много повторной работы. Вот по этой причине с документацией бывает больше проблем. Кстати сказать, именно по этой причине довольно часто документация пишется как раз на за счет ресурсов каких-то коммерческих фирм, которым хочется иметь большой, хороший, хорошо документированный дистрибутив. Вот. То есть, словом говоря, на день этих фирм. Хотя далеко не всегда. Да, вот понятное дело, что информационные ресурсы комьюнити, которые очень часто содержат методически хорошую документацию, они пишутся именно just for fun. Можешь привести просто пример документации, которая пишется компанией, которая хочет иметь именно документированный дистрибут Red Hat? Red Hat? Вы используете довольно лучше? Кстати, да. Вот. Да нет, практически любой сейчас. Нет, ну вот это хороший пример, мне добавить-то нечего. Red Hat, как самое толстое среди этих компаний, может себе позволить нанять сразу несколько не технических писателей, а именно таких сказочников, которые будут говорить методически. Особенно, если речь идет, внимание, о бизнес-преимуществах именно дистрибутивов Red Hat. Да? Всякий 386 сервер, или как он сейчас там называется. Вот эта штука, которая аналог Active Directory, в некоторых местах она его даже круче, только несовместима. Это 389 сервер, да. Вот. Он мех документирован. Очень хороший пример, допустим, документация OpenWZ. Это, правда, не дистрибутив, это всего лишь как бы подсистема виртуализации, да. Там четкая такая инженерная документация, человек может один раз ее прочесть и дальше нажимать на кнопки в интерфейсе управления, понимая, что он делает. Вот. Все это делалось именно как целевой проект, не как инициатива комьюнити. Вот. Это не отменяет, повторяю, ситуацию, когда документацию пишет комьюнити. Просто это ресурсоемкая штука. Человек напишет ее один раз, да, а в следующий раз он напишет только через пять лет, потому что у него руки не дают. Вот такие дела. Итак, я сказал три способа помещения, попадания пакета в ветку. Первый способ перенос ее из СИЗИФа, из основного хранилища по причине того, что этот пакет все еще годится в ветку и при этом он лучше, чем предыдущий, лучше именно по качеству. Вторая причина составляет, стоит в том, что пакет берется откуда-то со стороны, потому что он специфичен для данного хранилища. Третья причина состоит в том, что мы хотим внести в пакет находящийся внутри хранилища специфичный, то есть он был когда-то взят из СИЗИФа, но мы хотим внести в него какие-то специфические изменения, ну, например, прибить к нему гвоздями русский язык. Вот у него там не было русского языка, и русификация, полная качественная русификация этого пакета это очень тяжелая штука, потому что он не предназначен. Но нам в дистрибутиве значит молоток и начинаем туда вбивать этот русский язык. Вот. Это, конечно, не такой патч, который надо отсылать в AppStream. Вот. И скорее всего в другом дистрибутиве он будет не так работать. Но вот в конкретном дистрибутиве, при конкретном разворачивании он будет работать как надо. Вот. Довольно много таких вещей делается на скорую руку. Причем вот какой-нибудь RedHut этим славится даже больше. У них молотобойцев больше в штате. Вот. Тем самым они достигают чего? Они достигают потребительского качества конечного продукта под названием дистрибутив. Да. Есть тысячи патчей для игроков. Да. У каждой дистрибутива не-не-не-не. У них один патч. Ну что вы. У них теперь один патч. Только очень большой. Большой. Ну, в предыдущей это было 100 патчей. Но эти патчи не комментируют для рабочих комменов. Они не платят в Mail. Почему? комментируют какие-то. Просто далеко не все из них хороши для обстрима. Они все есть, эти патчи. Боль-то они в ГИТе лежат, поэтому замерзить их нельзя комментируют, да? Их могут люди, которые занимаются ядром, замерзить. Они все закомичены, они все там есть. Вопрос только в том, кому они нужны в таком виде. в том числе, да? Да? Да, вот. Не, на самом деле есть такое. Не все патчок принимают, потому что есть тот упорец, который здесь в ядре, и в ядре есть только принятие качей. Процедуру надо пройти, и для всех патчок она пройдет. А патчок должен быть дистрибутивным, потому что начнет работать. Второе действительно там что-нибудь специфичное. Это обычно касается или железо, или, например, у нас в Экпорт. Когда у нас там долго время держалось в Экпорте. Кстати, да. Сторожный эффект на авторе самонетры уже не поддерживает. Что это держалось? Оно до сих пор существует? Ну, да, да. Существует. Ну, в принципе, его уже отымпетит по книгу почитать. Ну, да. Сейчас 32-й почитать. Да. Скажем так, в Экпорте у нас даже, по-моему, это самое новое. Но даже он к тернии был с точки стороны лампочек вебра, но при этом оно... Оно было лонгтерм. Да, там была интрига. Они все договорились, что 26-16 будет лонгтерм саппорт-ядро. И все давай выпускать дистрибутив на 26-16, кроме Родхата, который выпускал на 26-18 объявил лонгтерм. Вот. Всех обманули. А там в 18-м что-то такое правильное произошло. Все поняли, что оно гораздо круче. Не помню. Не помню. Не помню. Что-то произошло. Но неважно. Окей. Давайте продолжим. Значит, вот три способа попадания. Здесь очень важно не переборщить, потому что в отличие от вот этого процесса, в котором, как правило, участвует большинство разработчиков из числа сообщества, процесс обслуживания ветки, он такой велотекущий. Вот. И если туда бездумно что-то класть не тестируя, то она, конечно, будет только хуже, а не лучше. Поэтому, как правило, контроль за попаданием в такую большую ветку осуществляется какой-нибудь Quality Assurance Team, который, собственно, удостоверяется в том, что перекладывание пакета вот там свежесобранного или из СИЗИФа или там какого-то совершенно стороннего в ветку, оно приносит пользу, а не вред. Вот. Тоже, кстати, сказать, не всегда бывает успешным этот самый Assurance. Вот. Были у нас ситуации, когда вот там на каких-то таких, как выяснить потом, достаточно частых ситуациях, свежее обновление ветки, они как бы ее портили, они чинили, и приходилось нам потом это чинить. Ну, что делать? Да? Это обычно касается железа, потому что железо сложнее всего. Да, проверить на всем железе сразу. Вот. А с другой стороны, так сказать, были варианты наоборот, когда, значит, мы в 2000, в этом самом, на ветке 4.0 была история с интеллским драйверами, который там перестал работать 900, 800, 15-810-й чипсет у всех, кроме нас, потому что мы специально собрали старые драйверы, старых исходников, назвали его по-другому, положили его в ветку, он там лежал и работал. Вот. Но это было давно. Окей, значит, десятый, 810-й, 815, которые впервые начали отрезать память прямо от оперативной памяти и его использовать. Прекрасный был чипсет, кошмарный. Вот. Вот это самое хранилище, которое ветка, это, естественно, нет, ну, я сейчас излагаю одно из пониманий, которое не соответствует пониманию, скажем, того же Дебиана. Дебиан называет дистрибутивом все хранилище целиком. Просто потому, что нет такой коммерческой компании, которая выпускала бы специальные такие блины с профилированным дистрибутивом Дебиана. Потому что такая компания есть, но она выпускает УБУ, условно говоря. Вот. если же подходить более или менее с таких более, ну, скажем, общепринятых позиций, да, дело не в общепринятности, конечно, в чистоте их использования, да, то ветка это копия хранилища, только стабилизированная, так скажем, в которой не происходят вот такие спонтанные изменения. А дистрибутив это часть этой самой ветки плюс какое-то количество уже дистрибутива специфичного контента, который нет смысла даже в ветку класть. В последнее время, скажем, у нас такого нету вообще. У нас все лежит в пакетах, то есть совсем все. Это сильно облегчает возможность изготовления кастомных дистрибутивов, да. У нас нету каких-то тайных знаний, которые лежат где-то вот в непонятных на компьютерах разработчиков, без которых дистрибутив не сделаешь. Вот. Но, в принципе, это вполне реальная ситуация, что существует разница между вот это у нас был CZIF, это branch, а это distra. Кстати, нет, я соврал. Такая разница есть. Допустим, дистрибутив Simply Linux, который выходит, в нем включен по умолчанию, извините, Яндекс.Бар. Вот. Более того, он оформлен как пакет, поэтому его надо сначала удалить, а потом уже пользоваться этим дистрибутивом. Вот. Не, ну Simply это все-таки такой... Нет, People любят. Он не просто так туда попал, этот Яндекс.Бар. Нет, но он имеет в виду то, что это не прямо альтовые дистрибутивы. это РПМ, сделанный именно для альта. Только он не лежит ни в каком хранилище, ибо он не свободен. А минуту 100 дистрибутив Simply это все-таки? Это альтовый дистрибутив. Ну, когда-то... Нет, минуточку. Это дистрибутив, который затеялся членом сообщества, да, в котором Альт ему всемирно помогал. Вот. Потом там была история связанная с тем, что он думал, что ему сейчас за продажи дисков с Linux падут большие деньги, вот. Они не пошли. Человек очень расстроился, даже сгоряча сказал, что мы типа что-то там мухлюем и сами их присваиваем. Вот. Ну, в общем, ну, конечно, глупости, просто, ну, кто будет покупать дистрибутив, состоящий из одного сетюка, вместо того, чтобы его скачать? В 2010 году, да. Не в 2000, а в 2010. Вот. Ну, в общем, это, я, ну, как бы, просто непонятно, да, то есть, к нему, ну, там, техподдержка, что ли, какую-то продавать или еще что-то. Мы, конечно, ее продаем, но кто будет покупать техподдержку? Ну, в общем, пленов, и человек совершенно честно передал нам все права на него, и, как бы, дальше, вот этот последний релиз, там, несколько, у нас выпускающий инженер, формально, наш перменеджер. Вот. Неформально, естественно, другой человек. Да. Такой вопрос. Да. Можете сравнить как разводка, дисплектива, с разводкой обычной программой? некий, белый, мерзкий, а даже кучи сидим, а когда вот мы хотим сделать релик, то есть, вот это у нас будет тестинг-версия, это продакшн. Можно, за исключением того, что работа в большинстве своем не программистская. Ну, понятно. да, вполне. Кстати сказать, мы стремимся и к тому, чтобы вот эти дополнительные вещи, которые мы вносим в бранч, потом пролезали в Сизик. То есть, если вы посмотрите, все брендинги для всех дистрибутивов, они лежат прямо в Сизик, ими можно пользоваться. Вот. Вот такие дела. Значит, вот этот объем, обратите внимание, это не весь бранч, а только небольшой объем пакетов. Я сейчас приводил пример, в котором фигурировал Сидюк, вот у нас есть там 11, или сейчас 29 тысяч бинарных пакетов в Сизик, 11 исходных, да, или там 11 меньше, 1100, сколько-то. Вот. Понятное дело, что они не влезут ни на Сидюк, ни на Дивизюк все. Вот. А эти должны влезать на Сидюк целиком. Вот. То есть, это подмножество. То, что это подмножество дает возможность людям, которые выпускают этот дистрибутив, более плотно заняться тестированием. Ставишь, кликнешь на все кнопки, пытаешься там установить, Сиам установить. В общем, вместо того, чтобы тестировать все 29 тысяч бинарных пакетов, ты их тестируешь всего 4 тысячи. Добавать. Или сколько их там входит в тот же Симпли. Такие вот дела. Сидюк несколько сотен на DVD там несколько тысяч. Ну вот, а, ну да, они сейчас потолще стали все-таки, да. Это раньше там входило 4 тысячи. Но не важно. Важно то, что объем резко уменьшается и как бы область тестирования тоже резко уменьшается, проводить этот тестер не больше. Вот такие дела. Значит, хранилище репа, бранч дистро. Обратите внимание, что технологические преимущества, которые по идее обеспечивают сообществу удобное и комфортное существование на этом или на этом, да, поскольку это такая же свободная штука, как и эта. То есть можно на бранче, да, там продакшн сервера лучше делать все-таки на бранче, а не на сизифе, который все время крутится. Вот. И эти же технологические преимущества позволяют компании-дистрибутиво-строитель, если это компания или там, если это просто компания людей, да, людям, которые занимаются дистрибутиво-строением, уже не заморачиваться вот всем вот этим, надеясь на то, что оно работает просто по факту вхождения в дистрибутив. То есть использование использование хранилища, особенно вот от такого эшелонированного хранилища через ветку в качестве источника для сборки линус-дистрибутива, оно выгодно и людям, которые зарабатывают на дистрибутивах, и людям, которые, ну, зарабатывают, скажем так, заинтересованы в дистрибутивах, и людям, которые заинтересованы в отдельных пакетах для того, чтобы они там у них на компьютерах работали. Вот. Кстати сказать, это очень трудно объяснить производителям софта. Просто невозможно. Максимум, на что они согласны, это собрать пакет под Убунту, потому что в Убунте такие пользователи, что если они не кликнут на какую-нибудь ссылочку, и оно не установится, то они пользоваться этим пакетом не будут. То, что вообще говоря, если софт не свободный, то оформляйте свою бинарную часть как бинарную, и делайте пакет, который можно положить в хранилище, и его за вас будут холить или леять, для людей совершенно непонятная вещь. По-моему, так не делает никто. А, нет, Nvidia так делает. Нет. Opera сама собирает все свои пакеты. Я уже говорил, как устроен пакет Opera для Alt Linux. Там пакетные, файловые зависимости на библиотеке. Вот. Nvidia так делает. То есть, Nvidia позволяет дистрибуцию своего кода в виде пакетов. То есть, модификацию. Потому что у них есть библиотеки бинарные, проприетарные, закрытые. И драйвер, который просто обеспечивает доступ к этим библиотекам, которые открыты. Сколько он свободный, я не знаю, кстати. Но его можно хранить в хранилищах. Соответственно, именно этим, я считаю, и обеспечивается качественная, несмотря на несвободность, качественная работа этого кода в многих дистрибутивах. Что было с проектом FireGL, FLGRX? Многие пользователи FLGRX знают очень хорошо. Вот. Потому что это был вот, ну вот, да. Ну, окей. Значит, вот такая вот схема. Я про нее рассказал, вот почему. Вспоминаем нашу первую, как бы, основную сверхзадачу на этот семестр. Научиться работать с дистрибутивом. Вот он. Это именно он. Соответственно, это Сидюк. Соответственно, надо хорошо себе понимать, откуда он появился. Какие могут ждать... Где мой телефон и где в нем часы? Мне осталось 15 минут, я ничего не рассказал. Ну, в следующий раз расскажем. Все, все. Прекрасно. Значит, нет, я имею в виду, что я ничего не рассказал по той теме, на которой сегодня планировал. Вторую. Первую эту тему я рассказал. Какие нас ждут трудности в связи с тем, что мы пользуемся дистрибутивом, а условно говоря, не сизифом? Трудность первая и главная. Если дистрибутив изрядно устаревший, вы мало найдете людей, которые согласятся вам помогать. Понимаете, да? Все давно ушло вперед. Все программы уже давно другие. Поддержка железа сильно изменилась. Там, вот, все новое железо, оно вот здесь поддерживается, а вот здесь нет. Вот. И просто так, по доброй воле, рассказывать вам, как, там, не знаю, использовать на современных компьютерах, извините, ПСПО, которая там была выпущена в 2008 году, ну, в смысле, заморожена. Вот, вот, вот эта штука была сделана в 2008 году. Вам никто не будет. Ну, по-моему, конечно, надо было бы заплатить. Да, только на какие деньги? Вернее так, на какие ресурсы? Да, вот слово деньги тут не совсем верно, хотя в данном случае оно вернее другого. Да, потому что никто, кроме как за деньги, вам это делать никто не будет. Я вот про чему. Понятное дело, что если по какой-то причине вокруг какого-то такого выдающегося дистрибутива сформировалось видное сообщество, которое именно дистрибутивом этим пользуется, то вам, возможно, будут помогать вот эти самые люди, да? Но те вот разработчики, которые давным-давно, значит, ушли вперед, используя вот это вот живое хранилище, да, они могут сказать, мне это неинтересно. У меня все работает, у меня все исправлено. Какие есть способы борьбы с этим? Главный и наиболее эффективный способ – это то, что называется Backports. Создается еще одно хранилище, которое как раз и обслуживается людьми, заинтересованными в старой платформе и, условно говоря, некоторых новых программных продуктов, которые будут работать на этой старой платформе. Backports. На деле перетаскивание пакета сериаф-бранч тоже Backports. Ну вот, да, да, но есть некое… Вот так как я рисую правильно, а так как все сюда перетаскивать неправильно, потому что вы можете не использовать Backports, иметь стабильную совсем штуку. Вы можете использовать Backports и рассчитывать на то, что… Сейчас расскажу. Просто часть Backport это вот МК, да, которые в подготовке ветки делают. Да, естественно. То есть вот этот… Что такое Backports? Это хранилище, в которое пакеты попадают вот этим самым вторым способом. Нет, первым способом. Берется пакет от Сизифа и собирается под хранилище. Разница стоит в следующем. В принципе, в какой-то момент пересборка нового пакета, который в хранилище под ветку, становится делом опасным. Мы на это несколько раз натыкались, вот именно потому, что у нас Backports сейчас полноценного нету, а все перемещение идет прямо в ветку. Значит, почему это опасное дело? Потому что библиотеки, допустим, потому что библиотеки, которые в ветке настолько старые, что новый софт с ними никто никогда не собирал, только вы и собирали. Соответственно, какие там могут возникнуть ошибки, вы просто не знаете. Или новый софт требует логической организации, новый там сменился у дев за это время. Да, и вот новый программный испеченье содержит удивные правила, которые со старым программой не работают, со старым у девом. Соответственно, вам нужно что сделать? Вам нужно не просто пересобрать этот пакет, а еще прочитать все эти правила для у дева, чтобы поправить их на старый лад. Такое тоже, кстати, было, но не так активно, как вот может быть. Соответственно, вот эта вот штука, которая Backports, она начинает жить какой-то более активной жизнью, чем замороженная ветка. Туда приезжает программа, в ней возникают какие-то ошибки, потому что она, значит, не до конца забэкпортирована, там что-то не поправлено. Ее поправляют. Все это происходит ровно за счет того, что есть какое-то сообщество, заинтересованное в использовании, а, стабильной ветки, б, более новой версии программного испечения, чем она в этой ветке имеется. Ну, какую-нибудь Mozilla там собрать, не последнее дело, кстати сказать. Вот такое дело. В бранч обычно попадают обновления, которые обычно есть Security или Backfix. Да, да, да. Это было на время изготовления бранча и так далее, и так далее. Вот. Если тот дистрибутив, которым вы пользуетесь, устроен именно таким образом, то вы можете рассчитывать на то, что бранч – это такое Rocksteady, да, то есть туда, там вот, оно только улучшается. А Backports – это такая более-менее шаткая штука. Ну, в общем, ее уровень шаткости примерно сравним с уровнем шаткости основного хранилища. Мало ли там, что туда приедет, и как оно себя поведет в старой среде. Да, не так уж много пользователей, это тестировано. Вот такие дела. Скажу за себя. С тех пор, когда в Sisyphe стало реализовано вот это вот, все, да, то есть policy, этот самый контроль анметов и то, что называется bad yield, то есть контроль за бинарниками, я перестал пользоваться хранилищем на всех рабочих компьютерах. Вот. То есть я, ну, не хранилищем, веткой. У меня все рабочие компьютеры работают на Sisyphe, за исключением ситуации, когда мы выпускаем дистрибутив. Когда мы выпускаем дистрибутив, я насильно заставляю себя работать на ветке, чтобы тестировать эту ветку. Вот. Я вот все жду, когда мы выпустим школьный, я, наконец, обратно перейду на Sisyphe. Надоело уже. Вот. У меня уже некоторые пакеты не собираются. Уже 2.7 Python в Sisyphe приехал. Это последний второй Python. 2.8… 2.8 не будет. Так говорит, что он раз. Кто говорит? 2.8. Ну, да, да, да. Где-то говорит, что 2.8 не будет. Вот. Будет там 2.8… 2.7… 2.3.4.5.2.8 не будет. Вот. Ну, мало ли. Ну, да, мало ли. Может сделать еще один Python. Она как… Рокки Пайтон, да? Монти, Монти Пайтон, да? Монти Пайтон. Скалистый питон. Нажимайте Пайтон. Ну, вот. Значит, вот такие дела. Что я еще хотел сказать, чтобы не открывать совсем новую тему? У меня есть еще 10 минут. Связанное с этим делом. То есть, когда вы ставите структив, можете выбрать, чем у вас использоваться? Какие-то мидеры не зарубил или не переключить на основную ветку CD, а если у него… Да, да, да. Можно сделать и так, естественно. Можно сделать и так. Более того… Да, значит… Сейчас скажу. Помимо того, что я здесь нарисовал, могут существовать, особенно это верно для популярных дистрибутивов типа Ubuntu и Red Hat и Fedora, могут существовать сторонние хранилища, в которых содержится софт, далеко не всегда несвободный, кстати, но вот часто он бывает несвободным, тем не менее, в котором содержится софт, пригодный для конкретной ветки или для конкретного дистрибутива. Вот. Повторяю, это особенно актуально для таких сильно популярных дистрибутивов типа Fedora, Ubuntu. Вот. Особенно для Ubuntu, про которую, как я уже говорил, там очень простой способ установки типа в один клик, вот, в том числе подключение еще одного хранилища. О проблемах, связанных с подключением большого количества левых хранилищ мы уже говорили. Да? Нет, там есть ланч-пад, который, в принципе, пересобирает сам. Сам? Нет, ну как? Он пересобирает вся, он так устроен, что он сам себя пересобирает. Или его кто-то пересобирает? По-моему, там кто-то пересобирает. Он просто туда отправляет опять же пакеты, и он там собирает сборочность. Ну да, понятно. Ланч-пад. И что? А, в ланч-паде есть такие лакуны, да, что там есть отдельные такие штуки. Да. Ну так вот. Это фактически такие подбранчинки, карманы, которые Дима еще никак не сделал. Ну вот. Значит, первая опасность вот этих совсем сторонних дистрибутивов, вне хранилища, стоит в том, что они могут внезапно перестать обновляться, вы захотите обновляться, они не захотят. И там пойдет разноверсис, который просто не позволит вам сделать это обновление. Просто не позволит, и все. Он скажет, ребят, у вас старые библиотеки, вот эта, ваша любимая программа от них зависит, а все остальные, значит, вот не ставьте ничего нового. Ну и лично мне непонятна идея держать отдельное хранилище, когда его можно положить в основное хотя бы вот так. Надо заметить, что в Федоре с появлением Коджи, где-то, в общем, сборочная, появилась такая штука, как Федор-Апиоприя, да? Да. Это фактически она вот по устройству. То есть это те пакеты, которые не приняты в либо в РАФСИТ, либо в Снагуле. Отстойник такой. Рано или поздно там появится. Все остальные места для Федора и РАКХАТа, ну, это, в общем, правило связано с каким-то конкретным приложением. Да, при этом, как правило, не свободно. Да. Да. Ну вот. А если еще такой момент, если есть какой-нибудь СНТО, а в СНТОС, например, вот в Кэрри, для него ничего столько религиоза нет. Нет, СНТОС есть. Уже нет. Как нет? А что случилось? Они до сих пор не обновились. А, ну его пока нет. Ну, в смысле? Они чувствуются в сольности. То есть, ты не будешь сомневаться, когда 6.2, вот в СНТОС уже есть, в СНТОС. Оба-на. То есть, СНТОС каким-то образом собрался не из СНТОСа? СНТОС собрался из РАКХАТ. Как это? Как это? Всегда собрался из СНТОС. Вот они приняли решение собираться из РАКХАТ. Вау. Интересно. Вышел раньше СНТОС? Я понял, да. Надо посмотреть, что у них там такое. Абсолютно есть большие проблемы с корки. Обидно. Обидно. Переходите на телепинов? Ну, типа... Во всяком случае, русская Федора приняла такое решение. А зачем вообще? Дело в том, что была русская Федора близко, и с кем-то ты не хочешь интерпрайсов, поддержки, еще чего-то. В смысле, мы очень верим. Почему не Федора? Да? Зачем РАКХАТ-бейзит дистрибутивы, когда есть Федора? Не, ну, СНТОС-то еще для бедов. Ну, это понятно. Если вы поставите на продакшн-сервер Федору, в общем, я вам... Да. Федора-то собирается как раз из нестабильного... Ну, как бы, относительно нестабильного. По определению. Более того, у ней срок поддержки один год. Точнее, до выпуска верхней на... Два. На два больше. На два больше. О, вот о чем мы поговорим. Вот, вот, в оставшиеся пять минут, да? У нас осталось пять минут. Мы поговорим о явлении, которое называется суп из супа того супа, в котором варился заяц. А именно, о дистрибутивах, которые базируются на дистрибутивах, которые базируются на дистрибутивах. Цепочку можно продолжать довольно далеко. Вот, упомянутый нынче только что scientific Linux, это дистрибутив со спецификой, который вносят туда ребята, работающие там в Швейцарии, в Церне, вот, над своими scientific проблемами, который раньше, по крайней мере, изготавливался из дистрибутива под названием Цинтоз, который в свою очередь изготавливался из дистрибутива под названием RedHat, причем в этом был смысл. RedHat, как известно, продукт коммерческий, вот, то есть он делается из свободного программного обеспечения и, собственно, из хранилища под названием Fedora, путем добавления туда довольно значительного числа технической поддержки сервисов, в том числе сервисов по доводке программного обеспечения. Редхат Enterprise Edition, RedHat Enterprise Linux, он называется, совершенно справедливо. Вот, тем не менее, поскольку это все равно свободное программное обеспечение, есть возможность взять, купить этот RedHat Enterprise Linux и дальше его свободно распространить, вот, убрав из него, естественно, все упоминания о RedHat и все остальное. Его очень нравится покупать. Не купить, а скачать. Да, вот скачать то, что вот предлагается. Да, да, совершенно справедливо. Вот, собственно, Цинтос, это и был такой, значит, проект по отвязыванию от RedHat всего того, всей той денежной нагрузки, которую он несет. А? Логотип. Ну, логотипов, сервисов, да, и все остальное. Вот. При этом смысл стоит в том, что поскольку, поскольку по контракту, по условиям договора с RedHat, там, модификации подлежат, в том числе и программные продукты, да, то есть, если у вас что-то не работает, там, вы заплатили ему поддержку, чуть ли не поимеете себе это RedHat инженера, который придет и все почистит. Вот. То получившийся продукт достаточно высокого качества и даже будучи освобожденным от этих самых гарантий, он все равно высокого качества. Программы-то не ухудшились. Вот в этом была идея, соответственно, Цинтоса. И вот вам, пожалуйста, дистрибутив, сделанный из дистрибутива, сделанный из дистрибутива, сделанный из хранилища. Вот. Да? Scientific, Цинтос, RedHat, Fedora. Надо сказать, что до изобретения компании RedHat Linux, собственно, раздела на свободную Fedora и обвешанный коммерческими гарантиями RedHat, которая в народе, в России, по крайней мере, получила название Fedora на коре, вот, большинство дистрибутивов делается именно на базе RedHat, как самого успешного из тогдашних дистрибутивостроительских предприятий. Вот. Вот крупные, в недавнем, ну, так сказать, в недавнем прошлом крупные дистрибутивы, в том числе и российские, делались именно, были именно RedHat-based. Мандриева какая-нибудь, выросла из RedHat, ну, Мандрейг, собственно, да, Коннектива, по-моему, тоже, врать не буду. Нет, это не RedHat-based, да. Сусе? Не, ну, Слака. Ну, вот это такая Арч исполнится, из Бенка. Вот. А на базе них ничего не делают. На базе Дебина делали в основном такие, что ли, не хардкорные, как это сказать, труподелки такие, да, не труподелки, а трудефизподелки. То есть, люди, имеющие подготовку, так, не хуже, так, среднего Дебиана-девелопера, да, для себя делали какие-то высокотехнологические продукты на базе Дебиана. Вот. Хотя были и исключения интересные, типа Линдовса. Он же Линдспар. Вот. Он же был на базе Дебиана. Вот. С тех пор, когда случилась Федорина коря, которая заключалась в том, что производные дистрибутивы можно было делать только на базе Федоры, а чтобы его сделать на базе RedHat-based Linux, надо было проделать всю ту процедуру, которой занималась Cintox. Вот. Очень многие из этих дистрибутивов сделали ручкой, вот, окружающему миру и превратились, в общем, в, ну, стали развиваться хуже. Вот. Некоторые пришли на Федору, некоторые решили, что они сами себе будут работать по своему, ну, как бы, сами себе сообщество. Вот. Некоторые это решили, но у них ничего не получилось. Очень жаль, например, мне дистрибутив ASP Linux, который был, ну, в инженерном плане ведущим в, там, конце 90-х, начале 2000-х. Вот. А сейчас, в общем, где они делись все, я не знаю. Они как-то даже существуют до сих пор. Сейчас у тебя замечание. Да. Про супа, супа и супа. Есть еще такая штука, как Oracle Linux. Да, Oracle взяла RedHat, его собрала сама и продает тоже поддержку. Ну, дешевый, чем RedHat. Ну, это не совсем так. Они туда вкладывают кучу своих доделок, чтобы у них хорошо работал ихний Oracle. Вот. Это, кстати, новый бренд такой корпоративной дистрибутивы. Не знаю, прерывется ли он. Мне кажется, все-таки, что без комьюнити это довольно фиговое занятие. А Oracle пытается это делать абсолютно без комьюнити. На сегодняшний день основным источником производных дистрибутивов, так называемых, кастомных, является Ubuntu. Во-первых, по причине того, что там очень хорошо... Дело в том, что пользователь кастомного дистрибутива, да, не дистрибутива-дефис конструктора, из которого можно сделать решение любой задачи. А дистрибутива уже готового решения конкретной пользовательской задачи. Пользователь такого дистрибутива, как правило, это такой очень конечный пользователь, который там запускает вот N программы и ими пользуется, и больше ничего. Вот. И именно на этого пользователя и рассчитывает... Это основной, так сказать, основной контингент... Не так, основной таргет у Ubuntu. Потому что, как бы, смотри, багу номер один, да, потому что каждая кухарка должна научиться пользоваться Linux, ну, хотя бы Ubuntu. Вот. Именно поэтому плюс достаточно легкая процедура констерминизации, ибо там в базе все равно стоит DBAN, дает бездну всевозможных решений, которые представляют собой просто Ubuntu, там, с поправленным интерфейсом, убранным словом Ubuntu и вставленным словом Balginos. Вот. Или, значит, что? И обоими, да. Или там вставленным некоторым количеством русифицированных пакетов, которые в обстриме Ubuntu не русифицированы. Ну, вот. Всякие еды Ubuntu, вот, 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 их много-много-много-много. Вот. Я почему про это вообще вспомнил? Ничего худого в производных дистрибутивах нету. Более того, это хорошо. Производный дистрибутив, он расширяет пользователей, пользователей кодовой базы основного дистрибутива, разумеется. Вот. Плюс, поскольку все-таки мы имеем дело с Linux и свободным лицензированием, если, условно говоря, дистрибутив, так сказать, родительский, и от сообщества обнаруживает, что в производном дистрибутиве реализованы какие-то фичи, которые востребованы, он вполне может их всосать себе и сделать, быть сам себе едубунтой, сам себе был дженосом. Да, ладно. Так что наличие производных дистрибутивов – это хорошо. Вот. Тем более, что трудно требовать от дистрибутива общего назначения, каковым обычно являются родительские дистрибутивы, решение каких-то конкретных пользовательских задач из коробки. Вот. Ну, что делать из коробки Фидор? Десктоп показывает. Да? Для того, чтобы сделать, там, не знаю, специальный дистрибутив для мультимедийщиков, вот у Ubuntu Studio там целое сообщество этим занимается. Вот. Что делать там из коробки, не знаю, тот же, тот же… Ну, вот у нас нет такого базового дистрибутива, у нас есть работающий, работающий CZIF, который и без того сам себе CZIF. Вот. Он из коробки только конструктор. Да? Тот же Симпли, о котором шел разговор, он так сильно зачесан на, ну, скажем так, на то, что наши дистрибутиво-строители посчитали обычным пользователем. Вот. Здесь очень много споров, обычный ли это пользователь или нет, но тем не менее. Да, вот я сегодня консультировал школьников, десятиклассников, как работать с Симплилим. У них все получилось. Вот. Так что больше дистрибутивов хороших и разных. Это нас подводит к теме, к которой мы вернемся, видимо, на последней лекции, а именно к теме выбора дистрибутива для, собственно, дальнейших целей его использования. Вот. Но прежде чем подойти к этой теме, у нас осталась еще, а как минимум одна тема, это минимум знаний, которые нужно иметь для того, чтобы самостоятельно установить дистрибутив. Вот. Да, и еще всякие современные фишки в железе и линуксе, с которыми вы столкнетесь, и которые еще, так сказать, они такие вот неустоявшиеся, они еще не рок-стейди. Поэтому вы можете отжидать от этого и как бонусов, так и, значит, каких-то подлядок. Вот у меня тут распечатки про Ефи и ГПТ, но я про них расскажу потом. Про девайскит. А, а что такое девайскит? А, девайскит. Девайскит. Вместо... да, девайскит. В общем, вот про всю эту ерунду. Ну все, мне кажется, я выбрал свое время. Даже уже 7 минут как выбрал. Я побежал домой. Всем спасибо. Девайскит, да. Девайскит.